10 секунд И при всем этом, как человек, который вроде бы немного что-то понимает в доте, я понимаю, что персонаж достаточно сомнительный. И не рискует ли сейчас Dark Passage Esports, одержавшую достаточно сложную победу в первой карте. Напоминаю, что мы сейчас наблюдаем игры из Pro-серии. Идет 16 сезон и идет также игра Best of 2. Завершающая стадия ее идет. Противостояние команды Pen Pen Apple Pen против, соответственно, Dark Passage Esports. И, ну что ж, будем надеяться, что этим самым пиком Пуджа себе Dark Passage Esports не проиграют доту, потому что, ну, это Пудж, и он бывает разный, как говорится. Я, конечно, не спорю, я думаю, что, скорее всего, игроки из команды Dark Passage Esports не будут брать персонажей, на котором не умеют играть. Но сам по себе Пудж такого рода персонаж, что не всегда бывает опасен. Ну, глянем, глянем, как это все дело сработает. Вдруг действительно нас будут ждать просто невероятного уровня хуки, который будет доставлять мне просто срывать свои голосовые связки. Кто знает, кто знает. В любом случае, также стоит отметить Фейслис Вайда и Патму в пике у PPAP. Это, соответственно, неплохая связка. Фейслис Вайд и Патма сам по себе Вой достаточно силен. Тут еще есть персонаж, который может помочь ему внести дополнительный урон в купол. Это Патма, соответственно, со Старштормами. И в итоге эти самые Старштормы, конечно же, могут стать серьезной проблемой. И к тому же не стоит забывать про Аганим. Заговариваюсь, ребята. Заговариваюсь. Наверное, нервы из-за Пуджа. Третий пик игроков команды Derk Passage Esports. И глянем, кто это будет. Пока что достаточно странные сделаны пики. Я думаю, что это Пудж-саппорт. Сомневаюсь, что Пудж пойдет в Мидлайн, хотя такую стратегию тоже практиковали, если не ошибаюсь. Дэнди Навид очень любил на Пуджа ходить в Мидлайн. Причем это тоже было на опрос-сцене. Ну и глянем, как это будет выглядеть. Кстати, не подумайте, что если не ошибаюсь, это так, водное слово, забейте. Я точно знаю, что Дэнди ходил на Мидлайн, на Пудже, и это было достаточно круто. По-моему, они еще играли в связке с Ченом. Один из моментов, и утягивали противников на фонтан. Даже в самых проигрышных ситуациях. Что ж, пока ребята достаточно долго думают над пиком третьего героя из команды Dark Passage. И думаю, это неплохой момент тогда, чтобы обратить внимание на их баны. Ребята в первой стадии отказались от игры против Пускара и ОД. И если я понимаю, почему в целом отказались от Пускара, потому что может неплохо сработать против Пуджа, то почему против ОД ребята решили забанить ОД, я решительно не понимаю. Но может быть, просто побаиваются этого персонажа в руках PPAP. На второй стадии ребята забанили уже Инвокера и, соответственно, Скайверосмейджа. Оба этих персонажа, а Скайверосмейджа неплохо выступают против Пуджа, позволяя того, точнее, заставляя того, сжечь самого себя через, соответственно, сайленицу в тот момент, когда Пудж включает рот. Фантомка появляется, Дизраптор в пиках. Но давайте перейдем к ним чуть попозже. Так вот, Инвокер неплохо может выдавать рассказы под Фейстлис Вайда, что тоже в целом показатель. При всем этом и, соответственно, Скайверосмейдж может под Купо Войда внести достаточно много урона. Ну и что ж. Дизраптор в пике Dark Passage Esports определились с саппортом. И, быть может, это саппорт для Пуджа. Такой, знаете ли, связка из разряда Дать Глимс, в который уже Пудж сможет либо подойти и куснуть, либо хукануть. Что-то из такого разряда, как вариант. Но пока что пик от команды DP мне решительно непонятен. Посмотрим, что будет в дальнейшем. А Фантомков в это время, как бы, от Пен 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 Эйпл Эйпл Пен смотрится пока необычно. Потому что под Купол Войда она не особо дамагер, скажем честно. Все-таки, как и любой миличный персонаж, она в Купол не бьет. Если там, конечно, не какой-то филиграниший Купол, который отрезается на рейджовых персонажей. И противник таким образом, что они стоят в самом краю Купола, и по ним могут дамажить миличники. Но такое требует достаточно высокого уровня игры. И при всем этом, прямо вот говорю еще, с филигранного исполнения, что в файтах, в которых идет счет на буквально секунды, обычно сложно достаточно. Джиггернаут появляется в пике для DP. И, ну что ж, глянем, как пока что непонятно снова же смотрится пик от Dark Passage. И думаю, следующий пик будет как раз-таки пояснять, где будет стоять Пудж. Потому что до этого момента я решительно не понимаю, где он будет. Винга появляется в пике для PPAP. Любопытный пик, я не ожидал этого персонажа, если честно. Но, быть может, это такой подсейф от Пуджа, который, если что, утянул на крюке, типа, на свапе спасать. Что-то из такого разряда. Не знаю, если честно, очень сложно понять мне пока что пик Пен и Эйпл Бен. Но Винга хотя бы минус арморами. Там, Станчик сам по себе саппорт приятный. Да, и аура у нее хорошая, что в целом, конечно же, приятно. Ластбаном Dark Passage и Esports не стали, соответственно, долго думать, увидев Фантомку. Просто решили забанить Обникнайт. Ну, бан достаточно хороший, учитывая, что вполне-вполне может быть такая ситуация, что не хватает, как говорится, еще одного саппорта. Для PPAP Причем сами ребята из PPAP Забанили себе двух достаточно хороших для них Саппортов, это Shadow Demon и Oracle Oracle, пожалуй, мне даже больше нравится Особенно учитывая, что забанил он Ник Найт Ну, например, остается доступен тот же Dazzle Как вариант, который достаточно хорошо Может сработать Посмотрим, так ли это будет или нет Действительно ли сейчас ребята из PPAP Будут добирать себе Dazzle Вот уж на самом деле Не знаю Но вариант мне этот нравится, снова же Минус армор, физический урон дополнительный Есть замедление, есть подсейф на Фантомку При всем этом он и вкупу в Вайда Может пытаться как-то исхитриться, выдать урон Через, например, тот же Shadow Wave Как вариант Ну, глянем, глянем Как это все будет выглядеть Пока что ребята в раздумьях И пока не в раздумьях, давайте-ка быстренько пробежимся по банам этих ребят Первая стадия, минус Draw Ranger Все дефолтно, минус, соответственно, Shadow Demon Также боятся ребята того, что их спушат Минус два саппорта Достаточно неприятных для кого-то из Это, соответственно, Oracle и Kotal Пока что я не понимаю, почему бы забанить Kotal Потому что я не вижу, чтобы он сильно мешал И берется Luna в пик PPAP Может быть связки типа с рингой Попытаться самим спушить через кучу аур на плюс армор Там, не знаю, через Аквилы Всякие прочие ерунду Не знаю, не знаю Алхимик в DP DP eSports Попытно Значит, наверное, так будет выглядеть расстановка Сен Кинг будет стоять в сложной линии Где ему, скорее всего, будет помогать Какой-нибудь Путш В то время как на нижней линии будет стоять Дизраптор Плюс, соответственно, Джиггернаут А в Мидуайне стоит совершенно стандартный алхимик Через тучки и прочую ерунду Которую будут выфармливать Сибердианцы Ну и вы знаете, как играть на нынешней мете Алхимики Мидуайне Будет интересно на это дело посмотреть Будет интересно понаблюдать Пока что совершенно стандартный дисконнектор В начале каждого матча случается У PPAP отключается Луна Ну и что ж, напоминаю, что, ребята Здесь проходят матчи в формате Best of 2 И, соответственно, первая победа была на счету у игроков из команды DPSports И тем самым сейчас Либо проигрывают PPAP, либо все-таки отыгрываются в ничью Что ж, будем смотреть Будем смотреть, как это все дело будет выглядеть Так, 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 так Путч, путч, путч Пока что ничего не понятно Закупок никаких нету Да, не думаю, что я как-то проиграю Соответственно, в расстановке линий Не думаю, что здесь какие-то сюрпризы будут Хотя, на самом деле, все возможно В то время как у PPAP я предполагаю Что-то из такого разряда Соло-войт Трипла, соответственно Из Венги, Патмы Ой, Патмы, говорю Венги, Луны и... Хотя нет Венги, Луны и, наверное, Патмы А в Мидлайне будет стоять Фантомка Или наоборот В Миде будет стоять, наверное, все-таки Патма А Роумить будет Фантомка Та самая Фантомка Саппорта Который, знаете... Который мне действительно очень нравится Если вы подобное не наблюдаете Думаю, для вас сейчас будет достаточно интересное зрелище И вот, кстати, недавно был Хотфикс, скажем так Уменьшали дальность Стифлингдаггера Против как раз-таки, наверное, такого типа Патмы Потому что уж очень она неприятна Могла просто бегать по линиям Забрасывать кинжальчикам И действительно их тем самым Выигрывать своим тиммейтам Пингов какая-то непонятная идет И, ребята, не знаю, чем занимается Но в итоге Вроде бы все переподключились И, думаю, мы сейчас уже сможем дать доту А не пауза в доте Да, мне кажется, это Фантомка Саппорт Сейчас вот глянем на закупе Потому что, ну, здесь два варианта Либо Фантомка идет в Роум Либо Патмай идет в Роум И либо Фантомка идет в Мид Либо Патмай идет в Мид Соответственно, два этих героя Один другого заменяют И из закупов мы, я думаю, сейчас Сделаем конечный вывод Так, что там тем временем в Фантомке Да, это Роум Это Роум Фантомка Как раз ту, которую я и говорю Которая кидает Стифлингдаггеры Просто по кулдауну То есть она все время мешает своим соперникам При помощи обувь Веномов Блайтстоунов и прочей ерунды Ну и что я могу сказать Я таких наблюдал Они действительно очень сильно смотрятся И в целом В целом достаточно интересный момент Будет интересно такую наблюдать Если вы смотрите в первый раз Смотрите внимательно Мне кажется, что Фантомка Имеет все шансы Выгодить для ПП и АП Эту катку И, кстати, с Пуджом С Сент Кингом я также угадал Но это понятно В целом достаточно сильная Вырисовывается дабуа Достаточно неприятная Для соперников Также Джиггернаут Вряд ли пойдет в мидлайн Ну да, здесь все-таки Алхимик За пульными танго Тоже готов к противстанию в милье Ну и, соответственно Все герои собираются вместе Собираются отжимать себе Верхнюю руну Чтобы добрать ее, конечно же Химику через пассивку Уж слишком приятен бонус на старте Ну и не стоит таких моментов избегать Ага, вот, соответственно Тоже пошел в сложную Закуп у него Подготовленный, скажем так К лесному противстанию Все-таки он понимает Что будет стать против Джиггернаута И Дизраптора А возможно к ним еще и подключится Пудж Что сделает его достаточно уязвимым Поэтому Решил он себя, соответственно Как-то на начальной стадии предостеречь Взял побольше плотности И при всем этом Подготовился, если что К уходу в лес Хороший подбор Так, Химик готовится К забиранию руны У нас сразу у него И тем самым, соответственно Химик Выиграл для себя неплохое Стартовое преимущество Патма также забирает себе руну И крипы начинают Своё первое путешествие И думаю это как раз таки Отличный момент Чтобы осветить составы команды Итак, состав команды Dark Passage и Esports Поехали На Пудже будет играть Коси L4W Будет играть на Алхимики Сейкер Играет на Дизрапторе Позинг Азми Будет играть на Джиггернауте И Вутер Управляет Сэнкингом Состав команды PPAP Или Pen Pen Apple Pen Поехали На PSSW Играет парень С Смайликом Вместо Дизрапторе На Vengeful Spirity Играет Xenon Xen4Chuge Играет На Миране Лоу Кез Управляет Phantom Assassin И XT Играет На Луне Ферст Глад Сучается на Верхней линии Погибает Пуча И Наверное Здесь Конечно же Имеет Смысл Хотя С другой стороны Здесь достаточно Лоу ХП Персонаж Правда Подхилилась Луна Но При всем этом Венга Вряд ли Сможет Это сделать С другой стороны Ее могут И запулить Инициации Сминкинга Но Мне кажется Зря Это сделала Венга Тем самым Еще сильнее Ну вот он И вернулся Как говорится На линию Приятный старт Для сложной линии Все достаточно хорошо Кстати в Медуане Погиб Алхимик Судя по всему Поймав Стрелу Подмы И что ж Жалко Я не смог Этого конечно Увидеть Но на верхней линии В этот момент Как раз и происходил Экшон Другой Так бывает Так бывает И Химик Конечно же Достаточно Плохо Мне кажется Сделал Нафидоник Немножку Подмена На старте Но при всем этом Думаю Он все равно Так или иначе Пофармить Кислота Слишком приятная Штука для Химика Слишком приятная штука На нижней линии Джиггернаут Противостоит Фейсесвайду В этом вопросе Ему еще может Помогать Дизраптор Хотя на самом деле Помощи от него Особо не ожидается Потому что Быстренько убить Фейсесвайда Не получится У него имеется Таймволк И тем самым Будет скепиться Достаточно легко Из-под Бейт Фури Соответственно Его можно будет Наказать только После того Он использует Торте Ерунду Начинает его Расключивать Снова Дает Отпрыгивание Скажем так Но здесь Все равно Чувствует себя Приятно Кстати Здесь может быть Глимс И этот Глимс Может оказаться Смертелем Возвращает назад Достаточно далеко Здесь Фейсесвайда 15 секунд Он просто Прожимает Топаут Просто прожимает Топаут Понимаешь Что его Действительно Здесь могут Убить Ну хорошая игра На самом деле Причем Достаточно Приятный Топаут Даже не стал На базу Летать Нет Здесь я вижу Фантомка имеется Значит Могла и Фантомка Помочь Да Кинжальчики Две штуки Закидывала И выигрывает Но вот опять же Достаточно неприятно Что я не замечаю Этот момент Быть может и в первый раз Помогала Фантомка Я назвал это Соло фрагом Но Фантомка Ерундой не страдает У нее начинает Намечаться стики И да Она действительно Помогала в первом убийстве Судя по ее счету Как я уже говорю Такая полезная получается Фантомка Честь Заденаилась Нейтральных крипов Думаю Она сейчас будет Очень много На линии ходить И помогать Своим тиммейтам Джаггернауф Против Фейс Исвайда Но Фейс Исвайд Здесь конечно Пока что мне кажется Повнушительнее смотрится Хотя с другой стороны Криты Джаггернауф Как-то уравнивают шансы Тут все-таки башек Имеется Новый крит И наверное Даже в пользу Джаггернауф Тем самым Чашу Бесов склоняет Так что Все время Дезраптор Дезраптор ничего не имеет Вот просто ничего Пустой Эминентарь А пуш с транквилами Кстати третьим уровнем И достаточно высоким уровнем Крюком Чтобы например Можно было прогнать Какую-нибудь луну И не подпускать ее к репам Ладно Давай пока Спасибо До встречи Ворди До встречи Если что Не забывай Ты всегда можешь Посмотреть игры В записи на ютубе Так что До новых встреч Ворди До новых встреч Спокойной тебе ночи Возвращаемся к нашей игре Под мап Расплестает на мидуане Причем ботлик У нее также имеется И в Ну в стэше Точнее имеется Блутс оф спид Достаточно неприятно Кстати А нет Мне показалось На верхней линии Просто какие-то Какие-то телевые движения Происходит Путч кстати Достаточно сильно подставляется И мне кажется Могут у него возникнуть проблемы Если вы сейчас там Обнаружат Фантомка на позиции Блинкдаггер Точнее нет Не Блинкдаггер А Блинк у нее имеется Путч выходит Достаточно близко Подставляется Есть по нему станы Есть Плинтформор Достаточно много урона Получается Подкоп Есть еще и крюк Отправляет в таверну Еще и остается Сэн Кинг Сэн Кинг правда С буроустрайком Просто 12-2 Откапывается Именно так он и поступает И тем самым Сбегает из-под ганга Противников Ну что ж Стрелающий летел Кстати от Патмы Которая пыталась Чем-то помочь сантимейтам Ну И при всем этом Ну что я могу сказать Ну Путча Разменивать на фантомку Такой себе размен И это отражается На итогах боя На самом деле Но при всем этом Путч убил Сначала своего соперника А потом погиб Тем самым Настакивает себе Фрешки И пока да Начнет его потихонечку качать У него будет достаточно много Того же Той же силы Ой 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 Здесь луна подставилась Луна мне кажется Должна погибать Крюк Путча Не промахивается в итоге Она прожимает стики Но это фраг для Сэн Кинга Химик Подфармливает где может Очень удачно Ему кстати крипы попадаются Одни из самых лучших Наверное на текущий момент Даже наверное Самый лучший для химика Это Соответственно Голем Они Соответственно Составляют 6 крипов При этом достаточно быстро погибают И тем самым Лучше всего Работают для пассивки На нейтральных крипах Снова же нет Нарошань точнее Динается Дизраптор Наконец-то Что появляется На инвентаре Я бы даже сказал Целый полный инвентарь Ну и вроде бы Оба Обе сложные линии От обеих команд Показываются Достаточно хорошо Тут и воет Фармит 18 крипов Он имеет что на самом деле Очень хорошо показать Ой ой Джигернаут Башек под тавером Ой 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 Как же сильно Он здесь начинает приседать Но Маленьков Хеллс у него так же есть Семенец Регенерации Здоровья В секунду Не думаю что у него возникнут Проблемы связанные с этим Алхимик На него тем временем Врыв Стрева пролетает мимо От Патмы И дальше уже Если ничего сделать Не получится под ультимейтом Он конечно Такой неприкосновенный Получатель Правда еще и Патма Сильно подставляется Возвращает ее на статик Штара На статичении Глимте И в кинетик филде Дизраптор И в Патма Неплохие мансы Буквально на лестнице Я как же хорошо сыграл И в итоге убегает Отсюда Ищет Куч Куч Который зацепил Вингу И гад является В таверну Легчайший фраг Но правда При всем этом Куч ловит скину И тем самым Должен опять же Отправляться в таверну В обмен на одного Из героев Обметы для него Приятны В любом случае То есть он Заставляет перетягиваться Заставляет что-то делать Джиггернаут кстати Убивает Вайда на нижней линии Но правда При всем этом Патма убивает Дизраптора А вот Дизраптор То что я не заметил Это моя ошибка Но то что Вайда не заметил Это в целом Я еще могу Себе простите Если уж на тот дерево Пошло Так Джиггернаут судя по всему И будет играть через Баттл Фури Я что-то сомневаюсь Что здесь начнет появляться Какой-нибудь вангуард Ну и глянем Как это тело Себя покажет Так 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 По фарму Наверное слишком показательно Что два кор-героя От команды Дипи Несколько получше Своих соперников Из ПП-АП Стрела Ну такая разведочная стрела Потому что никого не видел Там Баттма Кстати у Баттмы Начинает намечаться Очень ранний аганим Пойнт бустер Уже имеется Ну да я согласен Я уже об этом Рассказывал Что фейслит сводится У хроносферы Под которую можно Очень много урона внести А с аганимом Еще больше Это конечно Очень приятное подспорье Плюс еще не забывайте Что сейчас аганим Очень сильно ускоряет Фарм для Паттмы Очень сильно ускоряет Фарм для Паттмы Я думаю что даже Следующий патч Который появится Он снова же Будет ее немного фиксить Будет немного ослаблять На ней аганим Не знаю каким образом Но определенно Что-то из этого разряда Случится Тут кстати Опять же Фантома Ассати нашли Подкопнули И пытаются ее быстро убить Она может успеть Все таки нет Не успевает Она сделать блинк И в итоге Отправляется в таверну В руки Пуджа Ну и опять же Вроде бы С достаточно хорошей стороны Себя Пудж проявляет То есть я говорю Что он может заруинить Но нет Проявляет себя хорошо И ну Высокий уровень Все дела Тут кстати В инвизе К алхимику Подбирается Войт Инвиз у него Еще достаточно долго Будет висеть А ну правда Сам алхимик Тоже под ультиматом И ну как то Его здесь убивать Вряд ли получится Плюс еще и прячется Как можно дальше Но с другой стороны Вот сейчас он пойдет Формить крипов И как то не ожидаешь Что здесь его могут заметить Поэтому может попытаться Дать подмак Какую-нибудь прицельную стрелу Давайте будем смотреть На ее каст Вот стрела уже может лететь Стрела думаю Уже должна лететь Почему то не летит Кстати Сафрансфера На алхимик Он без ультимата Начинает по нему навалить Стрела прилетает Или нет Да прилетает вот сейчас И по таймингу Хорошо Ну и пытался Вот здесь подцелить Чем-то пуш Точнее крюком Но в итоге Ничего не получилось И минус химик Это ультра Ой не в руне Ультракил А доминейтинг стрик Для пахмы Ну что я могу сказать Достаточно неплохой Ганг получился Информации не было Потому что Войт Или может быть была Но информации по руне Не было Что кстати странно Потому что должны были Наверное все таки Понимать Что раз Войт пропал Причем во время руны Его на карте Нигде не видно То может быть Инвиз и химик Как бы мог предположить Что ганг будет строиться Вокруг выхода к нему Ну он как бы Ближайший к Войду Все дела После руны Или На джигернаута будет Или еще куда-то Пуш на верхней линии Кстати совершает самоубийство По всеми на него нападали Но он Подцелился Скажем так Да судя по всему Так и есть Хорошая игра с его стороны Пока что Пуш показывает себя Действительно С очень хорошей стороны Не зря на то Что достаточно часто Разменивается А он все таки Фрешкипа набирает А это для него Большой бонус Это как легионерка Который знаете Выигрывает дуэли Но погибает Вроде бы и Неприятно Вроде бы и Погибает Но при всем этом Дуэли берет Что в целом Конечно же Вроде бы заставляет Задуматься о том Что ну Полезнее для все таки Леги Это все дело случается По всему этому Плюсу У Пуджа Имеется шестой уровень И он уже соло Как говорится Может делать фраги То есть сейчас например Та же Луна Имеет достаточно Серьезные проблемы На нее выход идет Но правда при всем этом Прилетает Винга Ну и тем самым Заставляет ребят Отступить Плюс еще и у Луны А нету у Луны кстати Нету Эклипса Она его использовала Под хостой Войд передвигается Ближе к Джиггернауту Кстати их рассвета У него нету Так что опасности Для Джиггернаута Я никакой не вижу Джиггернаут кстати С Персоверенсом Все ближе и ближе Он подбирается К заветному Баттлфури С которым он будет Еще быстрее фармить Например Его уже вряд ли Будет прям сильно Перефармивать у Луна Который тоже Достаточно шустрый фармер Фармер Так 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 У Луны кстати Намечается опять же Очень популярный Нынче Драгон Вэнс Вот крайне популярный На самом деле Ну а что Дает и приятные статы Для большинства Дальних героев Кстати Фантом Ой просто Ультимейт у нее был Но в итоге Ультимейт был потрачен По сути в никуда Такой вот на самом деле Немножко наивный Получился каст Ну и будем надеяться Что Джиггернаут В будущем Таких ошибок допускать Не будет На Медуайне Тем временем Все продолжает Фармить Алхимик Первый Крипстат у него на карте Имеется Армлет также в кармане А то и 2400 голды У него также имеются То есть Ну думаю стоит ожидать У него радианса На минуте Это к 16 точно А 16 минута Радианса Алхимик Это тайминг достаточно хороший При всем этом Еще и Джиггернаут Уходит в фарм То есть ребята Из команды DP Будут пытаться выигрывать Минуты Думаю с 25 Игру Когда у них появится Радианс на Химике Появится может быть Какая-нибудь Манта на Химике И у Джиггернаута Будет Какой-нибудь Батафури Плюс Например Манта Стайл Или Батафури Плюс Яши И там барабаны Типа того И тогда уже ребята Действительно будут показывать Сильный тимфайт А пока что Пока что У соперников Выглядит все несколько сильнее Типа Тма на позиции Вокруг нее Рядом с ней Точнее Пуш В смоках есть Хрюк И он попадает Подкоп Не самый лучший Но при всем этом Пуш успел укусить И Тма отправляется В таверну Причем со стрихом От руки Пуджа Я говорю Что он теперь И в соло убийце Именно так и случился Соло убил Патму Ну скажем честно Ну как бы Подкоп Вот этот вот От Сен Кинга Попытка Подкопнуть Точнее ее В Соответственно На крюке Она была конечно Дерзкой Но Маловероятной И Это Показательно А что тут Джиггеннау 1200 голды Бродсворд уже имеется Все ближе и ближе Он тоже К батл фури Остается Остается ему нафармить Тотик клеймора С которым конечно же Будет намного сильнее Своих соперников Большие проблемы У Винги Винга пытается Довлететь Но Пуч Я конечно же Не отпустит Плюс она еще И к тому же Находится под Колостикфиновым Три пол Три уже фрага Точнее В записи Для Пуджа Скажем так У него еще Виндвейс С транквилами Достаточно шустро Передвигающийся Получается Пуч При этом Судя по всему Следующим артефактом У него будет появляться Линза А что тоже Приятный вариант То есть И дальше крюкуешь И что самое главное Дальше кусаешь А это может Действительно Зарешать Потому что Дальность укуса Это все таки Каст через БКБ И При всем этом Станн считайте Штука очень приятная Кстати у Луну Тем временем Может обнаружить Пуч Будет ли крюк Нет не будет крюка Пока что побаивается Плюс к тому же Сюда перетягивается Войд С хроносферой Ультимейт Также есть у Луны И мне кажется Пуча сейчас будет Просто убивать Войд должен прыгать Ставить хрона Ставить хрона Ставить хрона На развороте Пуч Кусать Ставить хрона Сфера Пуч Погибнет ли он Или нет Ультимейт Пока что не тратит Здесь Луна Но все таки Слишком много урона Получает от себя Пуч В итоге Отправляется в таверну Будет ли продолжать Игроки Кист команды Ой Хороший статик Шторм Здесь разделяющий Пуч Не слэш А Джигенал Не самый лучший По всем этом Уходит он в Бэйтфур Начинает разваливать Луна Как же сильно Начинает проседать Луна Начинает проседать Луну Слапнули Он погибает При всем это Правда он успел Убить Вайда Но жалко Что сам погиб А мог бы своим Тиммейтом Вот здесь Как-то пытаться Помочь Ну вот Не самая лучшая игра Скорее всего Со стороны Именно Сенткинга Который совершил Ошибку Ну Глянем Глянем Не будет ли она Критична Потому что Пока что Ребята обменяли Четырех героев На всего лишь Одного Вайда И выиграли Для себя Тем самым 2200 голды И лишили 600 своих соперников Правда Единственная радость Для следственного ДП в том Что Алхимик В этом файте Не участвовал У Алхимика Имеется радианс На 15 минуте Или на 14 минуте 26 секунде А то и раньше По крайней мере Я заметил Только сейчас Он начинает А быстрее фармить И при всем этом Достаточно опасным Станется для своих соперников Такой приятный Получается Алхимик вырисовывается Ну и глянем Чем заплатят ребята За то что его Не загонгали Мне кажется Плата у них Конечно же Будет очень серьезная Так Что тут у луны Драгонанс У меня уже был Появляется только Марбит маска Думаю В скором времени Мы увидим Доминатор А следовательно И стаки Не эншентов Но правда Эти стаки Эншентов Может разбирать Алхимик Через кислоту Или по будущим Джиггернал Через батлфури Глянем Не будет ли это Для них ошибкой Скажем так В наличии этих самых стаков Или их создания В смаках Попытка вывозки От PPAP Или PENPENAPLE APLEPEN Господи Как же это сложно На самом деле Я путаюсь Мне кажется Когда это произношу Но вроде бы Все пока что Правильно получается С этим произношением Буду надеяться Что в будущем Они не будут доставать Еще больше проблем Стрела Разведочная Не самая точная Она увидит Аухимика Ой не Аухимика Вру дизраптора И в итоге Дизраптор погибает От руки Патмы Это для нее Кингспирин Но ее тут же Утягивает на крюке Путш Большие у нее проблемы Возникают В итоге она ничего не успевает Сделать Отправляется в таверну Винга Которая его слапнула Так же наверное Скорее всего погибнет И это для нее Так же большой минус В это время Химик очень сильно Поставляет в фантом Фантомка не может Прыгнуть Но тут же тем временем Попытка застанет Очень большие проблемы Для войны Да Войтник Немножко улетает Химик Живет Играет армлетом И что я могу сказать Хорошая игра С его стороны Ну и Химик Здесь конечно выжил При всем этом погибли Все кроме конечно же Первого попавшего Под раздачу Дизраптора Ну и хорошая драка Для ДП Ну а при всем этом Еще и Джигернаут Там не участвует То есть постоянно Ребята дерутся Но не фулл составом Хотя здесь на самом деле И для АПП Есть такая же На самом деле Такой же бонус То есть там не было Луны И быть может кстати Если была Луна Все таки Химик погиб бы Что значит По крайней мере Луне несколько попроще Чем в фантомке было Вдамажить под купол Который установил Войт Но у фантомки Кстати действительно Появляется доминатор Но пока что я не вижу На самом деле крипов Хотя Они должны быть Они должны быть Где нибудь там должен Бегать маленький крипчик Который будет пытаться Где нибудь чемить Стака тебя думаю Но вот что-то Пока что не заметил А может От них и откажется На самом деле Сейчас Луна И будет просто Соответственно Водить с собой рядом Волчка Как вариант Хотя нет Доминатор на кулдауне А вот Нет Это стаки от Винги То есть от Винга Стакнула А ну вот он Появляется Гноу Здесь почему-то Его зовут А ну понимаю Почему Волу он зовут Все-таки Права 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 Да Близзарда очень Репетно относится Правам на своих персонажей И прочее Поэтому Леорик Перестал быть Леориком Кстати тут Убили опять же Дизраптора В очередной раз Это делает фраг Патману При всем этом Ее здесь пасут Скажем так И ее за ней Здесь следит Сэн Кинг Но при всем этом Она Мансит Пытается как-то скрыться При всем этом Прячется еще под своим Вардом О котором по всей видимости Не догадывается игроки Из команды Дипи Но Сэн Кинг Все-таки опять же Инициация Сэн Кинг Начинает здесь разваливать Сэн Кинг Тоже наверное пытаться Ее убить Она дает Лип-аут И тэп-аут Соответственно сразу И в итоге Даггерочек у нее Еще и появляется Кстати На шоу здесь Джиггернаут С таки соперников Начинает А может Пытаться их быстренько забрать Войд кстати рядом На позиции Но хронсвера у него нет Правда Об этом может Не знать Джиггернаут Ну и да Пытается Джиггернаут И забрать В итоге его отгоняет Отсюда Фэстис Войт Кстати Вот вам на заметочку Один момент Ребят Если Джиггернаут Сейчас дал ультимейт И перепрыгнул на энсинтов То этих энсинтов Он бы убивал Также с одного удара Секундочку разбирает И все сильнее Хотя у него еще и дабл дэмэдж Стрелаксом прилетает Он не своя же сразу Уничтожает Фэстис Войт Не зацепивает А ему даже отпрыгнет В итоге он нажимает Бэйтфури Большие проблемы Я слышал что он может Также и погибнуть Патман достаточно много Наваливает Плюс еще и фантомка Но в это время Путш разваливает Своих соперников Тут еще и алхимик Зацепил венгу И в итоге отправил ее В таверну А кого там пытался съесть Путш Кому он там ел В это время Не знаю кого он там ел Но он погиб в итоге Наверное пытался съесть В ультимейте луну И в итоге ничего не получилось Но химик продолжает бегать Химик наваливает Убивает он также луну Это дабл килл для него И фантомка ему ничем Не помогла Пытаясь его замедлить Также еще и Патма Патма не похуй Но на самом деле Рассказ дает И дизратор тем самым Сразу погибает Но химик-то живет Химик живет Сенкинг попытки что-нибудь сделать Будет ли он пытаться убить Тем временем стрела Залетает по Сенкингу Но это недостаточно Химик трипл килл Еще и Патма Патма с липом Правда имеется Лип она дает И правда химик При всем этом живет У него армлет имеется Но Патма Паут и живет тем самым Ну так Вот химик здесь Конечно пока что Разваливает И мант у него Появится достаточно скоро Плюс у него при всем Этого имеется Бутс оф тревел Нетворс вы сами Его можете сейчас Видеть И ну что я могу сказать Очень этот момент Неприятен Для игроков Из команды Пи Пи Эй Пи Ди Пи конечно же Я думаю Нарадоваться не могут Подобному химику И уже думаю Минуты через 3-4 Они перейдут К активным действиям То есть они начнут Пушить своих соперников Начнут выигрывать игру И пока Пи Пи Эй Пи Не могут на это Ничем ответить Нужно БКБ Нужно БКБ у Луны И Луна должна Это тоже понимать Думаю Следующим артефактом Мы как раз таки Именно БКБшник От нее и увидим Так Попытка что-нибудь С химиком что ли Да Она химика нападения Ультиматум Через 4 секунды Кстати Ахтанасфера Туда начинает Наваливать под матч Через соответственно Статик штормы И в итоге Отправляет его Все таки в таверну Что на самом деле Очень крутой момент И получает тем самым Для себя целых 500 голды Было бы интересно Посмотреть Сколько получила Остальная команда На самом деле 1500 голды 1500 голды За одного химика Еще и пуджа поймали И убили Дабл килл для патрон Попытка что-нибудь Дальше наверное Зацепить Тут я вижу Что Сэн Кинг Был на Сэн Кинг При помощи даггеров Он отсюда Конечно же Заескейпит А то тем временем На верхней линии Дизратор И Стосно Джиггернаут Дерутся На Джиггернаут Большие проблемы Но в итоге Вынужден будет Отступать Джиггернаут Есть тэп аут Тэп аут И нет Бэйтфури он прожать Не может Монны не хватит В итоге Просто тэп аут В лесах И Соответственно Тем самым Он спасается А Патма Его не находит На верхней линии Тем временем Игроки из команды ПП AP Точнее Луна плюс Венга Пушат Сэр 2 Тавр Достаточно шустро Потому что все таки Не стоит забывать Что это связка Из Луны и Венги Там урон достаточно много Физического получается За 2 сотки Луны Под действием Венгенс Ауры Пускай И даже первого уровня Лучше в это время Я смотрю Пытается кого-то убить Это Фантомка Фантомка должна Отправляться в таверну Именно так и случается Но при всем этом Спасается Войд Жалко конечно Что Фантомку Вы эту не видите Во всей красе Она через миндальку играет Но такая любопытная Получается на самом деле Фантомка ромящая Если что Посмотрите Там может быть Какие нибудь Из профессиональных игр С чем то подобным Думаю вы еще что нибудь найдете Или просто почитайте Может какие то гайды имеются И попробуйте Такой воплотить в папочке Мне кажется вам понравится Очень любопытно Смотрится такая фантомка Достаточно сильная Джиггернаут С временем Яшу также приобрел Помимо Батлфури Ну тайминги конечно Не самые лучшие Учитывая что Батлфури У него достаточно давно появилась Но манты то скоро Достаточно появятся И Это на самом деле Очень приятный знак Для Джиггернаута Тир-1 тавер На верхней линии У Пенпенейпл Эйпл Пен Или Пи Пи Эйпи Начинает падать Точнее уже Отпал от руки Джиггернаута Ну что ж Продолжает ребята Номинацию Как я и говорил Они должны сейчас Начинать закрепляться Спушивать своих соперников И Ну потихонечку Потихонечку И должны их Соответственно Как-то прессовать У Химика 2800 голды В кармане Имеется Думаю сейчас Мы уже Увидим От Химика Соответственно Еще и какой-нибудь Экталинкор И тем самым Сделают его Просто неубиваемым В драке И всякое такое А вот Вопрос Увидим ли мы Химика До этого момента То есть будет ли он выходить Из фарма И будет ли он Помогать Семьянникам Что-то сделать Вайда кстати Поймали на верхней линии Игроки из команды DP Минус он Это фраг для Пуджа Лучше достаточно эффективно 13 стаков Фрэш-хипа Кстати это достаточно Приятный бонус Напоминаю что На последнем уровне Фрэш-хипа За 10 стаков Получаешь ровно Столько же скил Силы точнее Сколько дается Например За счет ривера Ну и считайте сами Что по сути Вы умножаете Нетворс Персонажа На стоимость ривера Банально За счет того Что у него набралась Такая вот пассивка Сейчас пока что Не получает всего лишь 13 силы Но это тоже На самом деле Не мало Стрела залетает Но в итоге Ловит в Буэйдфуридж Глин аут Что большой проблем Для него не представляет И Тер-2 тавер На верхней линии Сейчас должен пасть Правда сюда почему-то Забежал фантом Почему-то где-то Забежал Что-то Вот ее возвращает На глимсе Подкапывает Неглавное И у нее большие проблемы На самом деле Дает собственно Самый точный Но не слышал Где-то Джиггенаута В итоге Очень много урона Проходит по фантом Кстати я видел Здесь 4 убейт Которые имеются у Бакмы В это время Луна в БКБ начинает Разваливать Убивает и Джаб При этом все прыгает Еще и Фа И Бакма убивает Тем временем Дизрафтера Уходить на Деггералти Но тем временем Неплохую хроносферу То поставил воид По двоим персонажам Сэнкинг поставляется Джиггенаута Тоже отправляется в таверну Пытается выжить Химик Химик пытается жить Химик Может погинуть Химик погибает Минус 4 игроков 4 для игроков Из команды PPAP Отличная драка С их стороны И они тем самым Сейчас только что Заявили о себе Как о возможных победителях В победителях Этой схватке Потому что 3,5 тысячи Они для себя отыгрывают И минус 1,5 тысячи Девят соперников Думаю графики Сейчас должны будут Показывать серьезнейший переворот Почти 10 тысяч было И сейчас Эти 10 тысяч Превращаются Ну даже не 10 Там было все таки меньше Что-то в районе Чуть меньше 5 тысяч Я ожидаю Банальная математика Плюс они еще Плюс они сейчас Еще и пофармят В итоге Патма будет иметь Еще больше артефактов И станет еще более опасным Плюс конечно же Эфирио бейт Я сейчас очень хорошо Подсейвил Ту же самую фантом Коспас Который кстати Погибает В очередной раз Это даблки для пуджа Который еще при этом Все убил И луну Что немаловажно Он вроде бы Только-только Похвалил ребят Из PPAP И только-только Сказал что они молодцы Все сделали правильно Хорошую драку показали Ну а тут они решили Короче Отдаться Двумя героями В никого Причем И при всем этом Еще и пуджу Дать лишних стаков На его Следственную пассивку Приятно ему конечно А и при всем этом Ребята просто Повходят Тер 2 тавра На мидуайна На мидуайна При этом всем Там как бы джигернаута нет Которая является Основной проблемой Кстати Погибает опять же Дизраптор От турки Патмы Могут возникнуть Еще и проблемы У пуджа У пуджа кстати Ультимейт имеется А че что ты Развернись Развернись Сенкин же на позиции Развернись Эх Не стал разворачиваться Патман достаточно далеко запрыгнул В итоге Уходит в инвиз Сенкинг Ну вот мне кажется Стоило попытаться От джуса Соперника Хотя с другой стороны Джигернаута близко не было Никто ни случайно Не помог бы Которинкор кстати Также имеется у Химик Его кстати Замечательно На его передвижениях Сразу большие проблемы Но он манты играет Фантом Ой Фантом Патман дальше прыгает Но понимает Народ Винга особенно Смарьев развлекается Но потихонечку Иллюзия В смысле не потихонечку Достаточно шустро Но падает Кстати Химику Мне кажется Учитывая тенденции Своих соперников Нужно уже присматриваться К приобретению Какого нибудь Какой нибудь Кирасы Как варианта На самом деле Ну или даже не Кираса Ну не знаю Какие там варианты Кираса наверное Лучше всего Либо быть может Обисов Блэд Плотнее немножко стать Кираса мне нравится Потому что здесь Достаточно много Виннес армора Тут и медалька И Блайтстоун имеется У Фантомги А может даже Дезолятор появится Судя по тому Что она выфармивает Рошана пытается Забрать ПП АП Об этом могут Мне знать Игроки из команды Дарк Пэссидж Еспорт И ну не знаю Лучше кого-то поймал Кого-то ест Это Патма Патма Точнее Луна Точнее с БКБ Нажала она его Ну и забирает Аеги с Патмой Который Точнее игроки С команды ПП Забирает Рошана Аегис берет себе Патма Ну и что ж Ну думаю Сейчас будет избегать Немножко тимфайтов Ребята Смока были прожаты Но при всем этом Ультимейте Патмы также был потрачен Химик И тем временем Минтсад Остается у него трансфера Химик Учитывая что он Без ультимейта Скорее всего погибает Да в итоге так и есть Хотя он пытался Сыграть Мантой Но погибает И это Годлайк для Патмы Кстати На верхней линии Ребята из команды Дарк Пэссидж Подошли вплотную К вражеским строениям Но при всем этом Спушите как-то Не были способны Все таки Ультимейте Здесь очень хорошо Их защищает Ультсад Тоже начинает Намечаться потихонечку Манта Приятный для нее бонус Опять же В одиночку Где-то там Фарминг Дизраптор Погибает он супер часто То есть уже 0-9 Счет у него есть И он очень часто погибал Еще и от руки Патмы Пуджак пытались Что-то сделать Он ушел на дагере Его пытаются найти И преследовать А он просто Прячется Но это понятно Перепинговка идет Похоже ему Куда надо Искейпить Надо уходить Подобных гангов Ну как говорится Массивных поисков Не стали начинать Игроки из команды Pen Pen Apple Pen Ну это тоже на самом деле Неплохо Кстати попытка Еще и забрать Терр 2 Тавер На мидуане Игроками из команды Дипи А как верятнее Одним лишь пока что Джиггернаутом У которого кстати Имеется манта Начинает намечаться Диффужио бейт В общем мне кстати Нравятся такие вот Джиггернауты Через манту Диффужио бейт На самом деле У них и Достаточно много Получается урона И при всем этом Они достаточно сильны Сами по себе Начинает Джиггернаут Забирает стаки Его пытается всеми силами Отогнать фантом И накидывает его Всякие зловредные эффекты Но он в итоге Просто уходит в Блейдфуде И начинает Всегда уходить Мне кажется Надо было бы задуматься О каком-нибудь Теплаусе Но ничего сделать он не мог Ой-ой-ой Кричем не слэш По фантоме Ой по отмене Но в итоге Выходит он Замин слэш Не убив никого И должен конечно же Сам отправляется В таверну Причем от Кинжальщика Фантом Ассасия Претешивая Издалека Ну опять же Ребята вроде бы Неплохо задоминировали Из Диффи Но при всем этом Начали проигрывать файты И тем самым Сейчас они уже Вынуждены Бегать по всей карте И думают Графики скоро-скоро Начнут переваливать Направляться В сторону Пиэпи Невзирая на то Что здесь имеется Химик У которых Начинает Вещаться БКБ Вот мне кажется Мне не особо нравится Но при всем этом Магического урона Действительно много Очень много Всякой неприятной Магической ерунды Тут тебе и ультимейт От луны Тут тебе и всякие станы И всякие Фантомовские кинжальщики Тоже достаточно неприятные И при всем этом Фантома просто Ориентирована На обилие Магического рассказа Что конечно же Тоже очень сильно мешает Башни на Медуане На Медуане Тем временем Все сильнее падает У Пи-Пи Эй Пи Нет не последний Внешний тавер Достаточно на низу Кстати Пушет Ошибается с криком И тем самым Уничтожает Своего союзника Стрела в него Могом попасть Но чуть-чуть И успевает улететь Буквально за Несколько секунд До попадания Так А что Тем временем Нижняя линия У Джиггерна Кстати все так же Нету Пока что Диффужио бейдов При всем этом Фармит он Достаточно шустро Но Сами видите Его на Творце Четвертый на карте Отстает от своих соперников Но правда При всем этом Конечно Химик ведет И это тоже Неплохой момент Но с другой стороны Сложно найти Такую игру В которой Химик Не будучи саппортом Соответственно Ведет И Ну не ведет Точнее Он отставит Там по фарму Все таки у него же Есть достаточно Приятная в этом плане Пассивка И Ну за счет этого В принципе Химик то и силен Что он очень быстро Увозит свои слоты Шесть слотов Кстати у него Уже имеется Остается ему пожалуй Только Съесть себе Мушарды Ну и напулить Соответственно Своим тиммейтом Аганимов Аганимов Он может выдавать Кому угодно Тут Аганим Можно выдать И Сэн Кингу Который правда Сам начал фармить Аганим Можно выдать Пуджу Который кстати Только что Поймал Очень хорошо Фестис Файда Который не начинает Нагибать В итоге ничего Не успев сделать Справляется он в таверну И что я могу сказать Хорошая игра С стороны Пуджа Израина то что Крюком он Метю немножко Не туда Но попало Это тоже приятный момент То есть я смотрю Банка Фантом Иллюзии Фантомки Банка Это такая себе Баночка Стрева Джиггернаут Впадает достаточно Удачливая Такая стрева Получается С стороны Патмы Ну а при всем этом Ребята сейчас Будут идти просто дальше На хайграунд Вынуждать на байбэк Вайдау Которого этот байбэк имеется А если не будет делаться Байбэк Думаю странно пойдет Потому что Ну пудж Ой пудж Здесь слишком много урона Здесь Джиггернаут Достаточно шустро Убывающий Довра И алхимия Который в целом Может легко впитывать Этот урон Или просто решили Ребята отдать Мидуайн И не пытаться Счастлив сделать А или даже Разменяться на соль Потому что в это время Луна пушит нижнюю линию Но минус соответственно На мидуайне Милишный барак И сразу же отступление Со стороны игроков С командой Дипи Джиггернаут Оттягивается на верхнюю линию Где сильно страдает Луна от пуджа Который ее в это время Сжирает Пуш Начинает ее наваливать Она дает паут И будет по ней какой-нибудь Нет не будет по ней ничего Она просто отсюда Успеет свалить Ну что я могу сказать Пыталась Патма пыталась С всеми силами Что-то сделать Но ничего у нее Не получилось И это Как говорится Не самый приятный момент Ой Патма Луна Пыталась Но ничего не получилось Ну в другой раз Может быть получится К тому же Ей не хватало Какой-нибудь мант Или вообще артефактов Хотя 4000 голды У нее в кармане Она Судя по всему Собирается быстро Выформить себе Бабочку Любопытный момент Но на самом деле Он обоснован Я думаю тем Что у алхимика Нету пока что Ничего Кроме соответственно Ну как бы Все шесть слотов Имеется Разве что Армлет можно заменить Но думаю Как раз таки Армлет И будет менять Алхимик На какой-нибудь МКБ Хотя при этом Все конечно Пострадает его Живучесть Воид Здесь его видит Воид сильно подставляется В итоге с трюва Прилетает Не очень грамотно В это время Сильно подставляется Луна И в итоге погибает Винга Также отправится в саверну Даблкил для Джигернаут Еще и Вайда Которую не успею Поставить в атмосферу Убивает Время Он подставляется Но у нее Даггер будет Через пару секунд Она просто Всю два уходит И Джигернаут Ничего не сделает Но ДП сделали Минус три И тем самым Все сильнее доминирует И можно мне кажется По мидуайну пойти Добрать последний Оставшийся Барак на миде А потом уже Перейти просто На верхнюю сторону И спушить ее Хотя химик решает Немножко по другому Сделать Но в целом Вариант похож Как говорится Вариант очень даже похож Кинул кислоту Сам пошел встречать крипов А на мидуайне Соответственно Игроки из команды ДП тоже Собираются заходить Но при всем этом Не будут пушить Барак С покрикой Сами справятся По всей любви Ну все люди У меня Джигернаут Судя по всему только Ну что ж Начинает падать Барак Ой барак Территавр На верхней линии У игроков из команды Пипи Эйпи Хрансфер остается Хрансфер достаточно Прагматичный Сразу же дается Крюк Куджак который сейвит Но почему-то химик обратно забегает Но при всем этом Урон достаточно не получил Джигернаут Который выживает В это время же Также сжирает Луну Который прижимает БКБ и ультимейт Статик Шторм Хороший Ставится тем временем От еще и Дизраптора Поставляется Луна Поставляет все остальные Джигернаут делает убийство В итоге минус Винга Минус Луна И я думаю Это ГГУП Именно так и случается Пипи Эйпи Признает свое поражение Поздравляем игроков Из команды Dark Passage Esports С этой победой Патма Попытка что-нибудь Слева Но думаю Она просто Пытается опять Забить Дизраптора Ну что ж Опять же Отличная победа От Dark Passage Esports Молодцы ребята Грамотная игра И были шансы На самом деле У Пен Пенейпл Эйпл Пен Закомбечить У ребят Были Соответственно шансы Они начали доминировать И вы сами это видели Что Патма делал фраги У Нади У фраги Была парочка Хороших тимфайтов Парочка Соло фрагов Приятных И у ребят Действительно Начинал вырисовываться Шанс Но ошибка Перед файтом Одним из самых ключевых В самом конце За которым Последовал мгновенный пуш Стала ключевой Войд Который был заперт в лесу Который не успел Отпрыгнуть Или поставить Хроносферу Убил Он был убит Соответственно очень быстро Луна Которая погибла Достаточно шустро От руки Джиггернаута Ее пыталось Подсэйвить Семи силами венга Но она просто Тоже отправилась В таверну И вот этот файт Эти минус 3 персонажа Решили Сход И схватки И потом Войд при заходе На хайграунд Вот сейчас прямо Поставил достаточно Раннюю хроносферу И тем самым Не получилось Под нее внести урона При этом всем еще и Вытащили алхимика Из-под соответственно Прокаста Что соответственно Принесло свои плоды Ну и Сами видели Достаточно быстро Итог схватки Соответственно Был Известен Скажем так Достаточно быстро Он решился Ну а я пока что С вами ребят Прощаюсь Увидимся Уже в 21.15 На следующей игре Анонс я дам Чуть попозже Ребят А пока что Как я уже говорил До новых встреч С вами был Бэдраннер Надеюсь вам Эти игры понравились Надеюсь вам понравилось Это противостояние И это Любите Красивую доту Субтитры сделал DimaTorzok